Александр Геннадьевич, я слышала такое выражение, что жизнь — это сон, который снится Богу. Насколько это выражение верно, и как различить иллюзию от реальности, и что такое на самом деле реальность? Ну, в каком-то смысле, это любой человек понимает с опытом, что жизнь как сон пришла. Все сравнивают, люди уже в годах, которые, как говорят. «Как сон?» Я спросил у своей бабушки, «Сколько тебе лет?» Она говорит, «Ну, вот мне там под 70 уже». Я говорю, «Это много?» «Я еще маленький». Она говорит, «Да нет, вот тебе сколько лет?» Я говорю, «Ну, мне вот сейчас 7 лет. Это много». Я говорю, «Нет, ну-ка, так же и мне». Я очень удивился, нет разницы никакой. Сон, какого бы он ни был, он просто сон. И философски это описывается в ведах, что это сон, но не наш сон. Если бы это был, скажем, мой личный сон, я бы мог управлять в этом сне, то есть по своему желанию жить, планировать какие-то обстоятельства. Это сон Бога написан. Вишну, который поддерживает этот мир, он находится вот в йога-нидре, в таком трансцендентном сне внутри себя. То есть он не участвует активно, он только поддерживает все это, так вот, вслепую. Как говорится, луна светит и на дому кривого, всем светит. Вот это положение Бога в этом мире. Не различает, спит внутри себя. И сам он погружен в блаженство по своей природе, он блаженное существо верховное. А мир, он не блаженный этот, вот совсем другой. Как дурной сон, так скажем. Во сне мы можем испугаться, или страдать, или есть во сне. Но вы наедались когда-нибудь во сне? И вы умирали когда-нибудь во сне? Было дело. Но вы же наблюдали свою смерть и продолжали существовать. Когда просыпались, оказывается, нет никакого страха. Все это не приснилось. Это так, что это все иллюзия, сон. Но переживания, которые вы ощутили, они реальны. Вы испугались, но по-настоящему. Вот это называется иллюзия. В этом мире мы тоже переживаем все по-настоящему. Но все события, которые мы переживаем, они приходящие, как сон. Начинаются, заканчиваются и ходят. Ночь, ночной сон прошел, где он, нет его. И дневной сон прошел, в конце тоже нет его. И бодрствование тоже считается видом сна, в этом смысле слова. А настоящий момент, вот его трудно уловить, потому что он текучий здесь. Во внешнем мире вы не найдете ничего настоящего, потому что все меняется. Вот солнце меняется, как бы положение. Воздух движется, люди передвигаются, все в движении. В настоящий момент вы никак не можете. Только в камере нажмете фотоаппарат. И вот это был момент, вы как-то его зафиксировали, попытка. А настоящий момент найти можно только внутри себя. Вот эту реальность существования только внутри себя. Потому что я, наблюдающий все постоянные перемены этого сна, наблюдающий, есть настоящий момент, покажусь. Вот познав себя, я могу понять реальность. Настоящий. Себя подразумевается, что я сознание, душа. Или тот, кто наблюдает за этим миром. Как вот это уловить? Потому что мы настолько привыкли отождествлять себя с этим телом, с умом, с чувствами. И вот этот вопрос, кто я, как ответить на него? Человек не может сам ответить на такой вопрос. Он все равно будет опираться на какие-то материальные вещи, которые с ним связаны. Я, он скажет, мужчина. Потому что тело мужское. А женщина скажет, что она женщина. И профессию он человек может называть какую-то свою. Или непосредственно свяжется с тем, что сейчас думает или делает. А через два года его мысли изменятся. И он опять будет с чем-то новым себя отождествлять. И кто он в этих грандиозных нагромождении обозначений, ему трудно разобраться самому. Он запутан становится человеком. Кто же я? Вот как мне поступить в этом случае? Вот как, скажем, доктор я так должен поступить? А как судья вот так должен поступить? Как честный человек, вот так должен поступить? А как мошенник и негодяй, у меня совсем другие мысли, как поступить с желанием. Во мне так много всяких образов этих настроений внутри наложено, слойно, как бы иллюзия в иллюзии, матрешка в матрешке. Вот это вот измерение сознания очень сложное. Поэтому мы прибегаем к помощи вед. Потому что веды нам дают знание о том, что мы не можем понять. Или додуматься до этого. Я частичка Бога. Душа. Он духовен, и я духовен. Это первый постулат реальности. Я не мужчина, не женщина, на самом деле. Это время. Это тело. Но там внутри это дух, это душа. А не мужское, а не женское. Он частичка Бога. То есть я такой же качественный, как и он. Вот это первый постулат. И второй вывод из этого. Если я частичка, а он полное, целое, безграничный дух, а я лишь часть, то какова моя функция? Часть служит целому. Естественный вывод, правда же? Логичный вывод. Значит, кто же я функционально? Слуга Бога. Вот отсюда это исходит. Это логически обоснованно. Это здравомыслие, как бы. Я часть этого мира, часть Бога. И я здесь слуга в этом мире, никак не господин. Вот эта концепция правильная, реальная, постепенно возвращает мне мое изначальное сознание. Кто же я, как слуга Бога? Это великое положение. Скажем, если слуга государства, это тоже возвышенное положение, высокое положение. Слушайте, всему государству, если президент или министр какой-то, то это высокое. Но если вы слуга Бога, то вы очень высокое положение занимаетесь. То есть так, это величие, возвышение души. Это все относится к реальности. В реальности мы, на самом деле, очень, как бы, ну, великие существа, изначально. Но потеряли сейчас свое величие, отрисляя себя с чем-то незначительным. Так вот, знаете, есть анекдот. Психиатра пациента принимает, ну, и говорит, ну, знаете, гораздо лучше у вас успехи, вы гораздо лучше, чем раньше. Что хорошего, говорит он, пациент-доктор. Раньше я был кем? Наполеоном. А сейчас кто? Никто. Что вы со мной сделали? Меня вернули к реальности. Видите, кто я? Никто. Вот мы эти наслоения, эти торжествления для собственного, как бы, возвышения применяем здесь. Но это иллюзия. Это сумасшествие. Просто человек думает, что он Наполеон или Македонский или кто-то еще. Поэтому нужно начать со своего уровня, оценить правильно свой уровень, с которым на самом деле мы можем как-то продвигаться. Не познав свой уровень, куда мы пойдем. Откуда мы пойдем? Мы же должны знать. Вот пример. Я упал в том месте, я хочу подняться в этом месте. Это же невозможно. Вот где упал, оттуда и поднимается. Вот это начало, это реальность. Значит, женщина, если я имею женское тело или мужское тело, есть обязанности, как с этого уровня продвигаться. Профессия тоже обозначает, что с этого уровня как я должен возвышаться. какой бы уровень я не занимал в этом обществе, я должен знать, как возвышаться с этого уровня, не с чужого. Люди, представьте, которым не написано на роду быть богатыми, хотят быть богатыми. Это не их уровень, не их разум, не их природа, но они хотят быть богатыми. Все поголовно. Какая-то истерия, какое-то сумасшествие в обществе. Все хотят роскоши, все хотят богатства, все хотят, знаете, принца с небес замуж и невесту такую, знаете, как будто они заслужили это. Как будто они все наполеоны, смотрите. Все великие. А человек должен именно начать со своего уровня развиваться. И тогда он достигает очень высокого положения. Пока он себя мнит этой иллюзией, ничего не достигается. Во сне мы не сможем насытить свой желудок. Веды – это такие обширные знания. Что вот самое важное в этом всем? Что такое истинное знание? Говорят, кто знает, тот управляет миром. Я сейчас не в точке зрения собственных амбиций, но это интересно. Жизнь такая короткая, и хочется что-то такое не размениваться по пустякам, а сосредоточиться на сути. В чем суть? Человек управляет миром, который управляет собой, умеет, своими чувствами, своими умом. То есть фактически никто не знает, что он управляет. Все просто хотят, слушать. Никто не думает, что он управляет. Как если вы кого-то любите, вы не думаете, что человек имеет власть над вами. Просто хотите выполнять его желания естественным образом. Вы не думаете, что он управляет. Вот здесь такой же принцип. Вы можете управлять миром, если вы возлюбили этот мир по-настоящему. А это возможно, если вы отказались от своего ложного эго, от эгоизма, который диктует нам наслаждать себя самого, быть выше всех других. Вот когда я управляю этим процессом, для того, чтобы любить всех живых существ, так скажем, по большому счету, любить Бога, всех живых существ, тогда этот мир становится управляемым, естественным управляемым. Как вот, знаете, солнце всходит, и никто не знает, что солнце управляет. Ну, все естественно, все начинают, птицы начинают петь, там, растения начинают оживать, все вокруг, все управляется светом солнца, что это благо приносит. То есть, благом нужно управлять. Понятно? Потому что управление сейчас ассоциируется с силой какой-то, с силой, оружием, с законами. Так обычно люди понимают. А истинное управление, оно и сердце изводит. Поэтому путь к этому через контроль собственных чувств и желаний. А вот что мне, например, я бы хотела заняться духовной практикой? Вот с чего мне начать? Что мне для этого надо? Может, мне не хватает каких-то качеств? Или как мне попасть в духовный мир? Ого! Духовный мир. Нет, здесь мы поговорим немножко по-другому. Мы не можем сейчас говорить о духовной практике, потому что люди почувствуют, что-то им что-то навязывают. Потому что вот я практикую что-то, я им это навязываю, что-то свое. Я хвалю себя фактически. Нужно, чтобы люди сами почитали книги и выбрали себе духовную практику. Но мое пожелание, пожалуйста, выберите правильно. Не всегда то, что вы выбираете, будет правильно. Вот что я хочу сказать. Не всякая духовная практика сейчас подходит для нас. есть большинство духовных практик невыполнимого в нашем веке. И когда вот вы сами выберете, вы потом можете посоветоваться и снова задать такой вопрос. Сейчас бы я не хотел конкретно говорить, что вы должны делать, чего вы не должны делать. Что еще таких отношений нет. Сейчас мы на уровне информации общаемся только. А если касается информации, то я вам предлагаю источники информации, на которые мы опираемся. То есть у нас есть определенный опыт, успех свой есть в духовной практике, но это мой личный опыт. Вы должны свой личный опыт обрести и свой разум использовать. Послушайте информацию. Я честно передам вам, куда вы должны пойти. Вы должны почитать Веду. Или любые священные писания всерьез, если вы не читали никогда. Если вы их все прочитаете, будет очень хорошо. Есть о чем будет подумать, сравнить, поискать, в себе разобраться. Это главное. В себе разобраться. А потом постепенно вы увидите, какая наиболее эффективная практика в этот век, современный век. Вы сами должны пойти. Я даю только лишь подсказки, потому что Веды говорят, что век Кари, нынешний, век борьбы, лицемерия, вот этих трудностей, потери духовности, конфликтов, очевидно, так? Метод единственный остается рабочий. Это медитация на имена Бога, мантра медитации. А в какой традиции это будете делать, это уже другой вопрос. Это детали. Суть неизменна для всех традиций. христианская ли это традиция, ислам ли это, вы везде видите, у них есть четкие, имена Аллаха повторяют, имя Иисуса повторяют. То есть, это главная, главная установка делать это. И виничная культура предлагает, ну, такие сильные средства, это не просто мантра, а маха-мантра, например, великая, особая, для века Кали нужны сильные средства. Вот к этому, пожалуйста, придите, проанализируйте, почитайте. Просто я читала, что если двигаться по этому пути, необходим кто-то, кто укажет, куда двигаться, или, как еще говорят, духовный учитель, гуру. Указать можно, но указать мы должны не самой личности, а его разуму. Разум. Это вопрос идет, как бы, саморазвитие. Если вы что-то принимаете слепо, без разума, это неразумно. И слепо отвергаете, тоже неразумно. Вы должны осмыслить. Поэтому мы что делаем? Мы показываем направление, как указатель, да? Указатель. Вот пойдешь сюда, вот такой результат. Пойдешь сюда, такой результат. Сюда, такой результат. Выбирайте. Ну, куда вы пойдете? Вы должны сами решать. Мы оба разуму вашему обращаемся. Не к вам, не заставляем вас, а к вашему разуму информацию. Я читала, что раньше религия держалась на таких четырех столпах или качествах, таких как аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. И что с течением времени эти качества исчезали. И сейчас вот кали-юга, о которой вы говорили, и религия держится только лишь на правдивости. Но я слышала еще, что правда это субъективное понятие, правда у каждого своя. То есть, что такое правдивость? И часто мы замечаем, что говоря людям правду, мы нажимаем себе по большей мере врагов. Правдивость, можно сказать, что синоним этого слова смелость. заметьте, что чтобы говорить правду, нужна смелость, решиться нужно. Не только другим людям, и даже чтобы себе, в себе в правде признаться, тоже нужна вот эта решимость, смелость. Фактически это смелое поведение. Но смелое поведение подразумевает некую агрессию, ну как бы, как будто бы агрессия. Это правда, но она прямая всегда. Всегда имеет какие-то такие последствия болезненные для человека. Его разоблачить, скажем, указать на недостатки правдиво, на его нынешние как бы качества. поэтому правду нужно говорить, связывая с абсолютной истиной человеку. Не просто человеческую правду, а правду связать с Богом. Что здесь имеется в виду? Отношения. Потому что Бог равно относится ко всем же существам, и к праведникам, и к грешникам равно относится. Вот это важный момент очень. Когда мы говорим правду, мы должны делать ее приятным, уважительным образом. Вот это качество правды важного. Не сама по себе информация правдивая, а качество, как мы ее передаем. Потому что праведники, которые не связаны с Богом, они именно ускоряют деградацию мира. Вот почему так незаметно это происходит? Потому что в голову не придет людям понять, что именно этот человек является причиной деградации. Он же праведник. И он борется за правду. Смотрите, он с оружием в руках борется за правду. Вот в чем проблема. С оружием в руках борется за правду. Вот так мир деградирует. Поэтому правда, если она человеческая, она становится агрессивная. Вот это смелая или наглая какая-то правда вот такая, которая бьет человека за ошибки. И есть правда, связанная с Богом, она смиренная правда, она прощающая правда. Вот, вот об этом речь идет. на любящая правда. Вот как воспитывать ребенка, вы же тоже должны ему правду говорить, но уже с любовью это делать, иначе он не воспримет ничего. То есть правда важно, чтобы она была воспринимаема, усваиваема. Поэтому ее всегда в такую хорошую обертку в таком культурном виде предлагают человеку. Как горькое лекарство, всегда там какая-то сладкая оболочка есть, ну, щадящие методы какие-то. Я не преувеличиваю, потому что если вы человеку скажете неопытному всю правду о нем, ведь он же не знает многого, он просто жить не захочет. И пример тому, это люди самоубийцы, которые сейчас становятся больше и больше и больше. Когда они постигают всю свою правду о своей сериальной стороне жизни, они жить не хотят. Из-за иллюзии мы можем жить дальше, думая, что я хороший человек, то есть у меня все впереди, я верю в себя, в жизнь, поэтому правду дают постепенно, то есть есть система образования, есть культура, как это человека возвысить, не навредив ему. Вы там затронули тему отношений. А как я могу понять свои отношения с Богом? Эти отношения, они проецируются в материальном мире, отражаются. То есть что-то мы здесь можем увидеть по отражению, тогда можем судить о реальности. Например, здесь есть, с Богом существует пять основных форм отношений. Нейтральные отношения, служение, служение, слуга-господин отношения, дружеские, равные отношения, родительские отношения и супружеские. И супружеские отношения. Вот эти пять вкусов отношений существуют в духовном мире. Ну и вы уже заметили, что они здесь тоже есть, в отраженном виде. Мы счастье ищем именно так, ищем супругов, ищем друзей, ищем служения хорошего и так далее. Родители, вот это причина нашего вкуса жизни. Это из духовного мира, с Богом. Но чтобы понять свои отношения с Богом, вот эти отношения, в каком отношении я нахожусь, нужно сначала себя осознать, что я душа. Что это тело не является сейчас ни другом Богу, ни даже его слугой, оно служит только своим чувствам тела. То есть ни в каких отношениях не находится с Богом непосредственно. Это тело относится в отношениях непосредственно со стихиями, с воздухом, с водой, с людьми, с деньгами, с одеждой. Вот, скажем, вот его прямые потребности, прямая связь, скажем. А душа, она связана с Богом, ее связь глубока очень. Поэтому постигается через самоосознание, через понимание отличий материи и духа. Чем больше мы понимаем себя отличным от тела грубого и тонкого, тем больше мы сможем иметь шансов познать свои отношения вечно с Богом. И еще раз возвращаясь к практике. Допустим, я решила практиковать чтение имен Бога. что мне для этого надо? Какое-то помещение, какая-то специальная одежда, время суток, как это происходит, с чего мне начать? детали практики. Распорядок дня, так скажем. Да, правильный вопрос. То есть медитация, она наиболее эффективна в ранние утренние часы, до восхода солнца. Хорошо, если человек просыпается с 4 до 5 утра, например, в этом промежутке времени, там, туалет, овенья полная он делает, под душ становится целиком, каждое утро. и хорошо одевать именно чистые одежды с утра. Не нужно носить вчерашнюю одежду, особенно если она вот непосредственно соприкасается делается в чистой одежде. И в это время, до работы, до того, как еще все просыпаются, вы уже садитесь в медитацию. Можно сидеть, стоя, как удобно. Важно слушать звук, повторять и слушать. Пища важна, что вы едите, когда едите. То есть есть такие рекомендации, руководства, где можно этот распределение дня узнать, как это уже выработано. Количество времени медитации также описывается. Это разное количество может быть для разных людей, от способностей зависит. И мы развиваемся, начиная с небольшого и постепенно увеличиваем дозу медитации. Сразу мы не берем большие дозы, обязательно постепенно нужно поделать. Что еще касается практики. Ну да, для повторения имен Бога. И что еще? Если вы находитесь в каком-то людном месте, будет трудно, отвлечения будет много, утро означает, что вы в уединении можете провести. Или с теми, кто тоже практикует вместе, это хорошо. я могу это громко делать, или в уме, или шокотом. Как правильно произносить имена Бога? Если громко делаете, разбудите всех соседей. Несомненно будет беспокойство рано утром. И не требуется громкое повторение. Индивидуальная медитация, она повторяется тихо для себя. Я сам слышу себя, этого достаточно. Если вы громко повторяете, это уже другой вид медитации совсем. Это что называется киртана. Если это джапа медитация, то это киртан, который привлекает еще кого-то к этому процессу. А джапа для себя делаю. Как же я обмывение делаю для себя? Также джапа медитация обмывение ума. Погружайте вибрацию трансцендентного имен Бога в свой ум. Вот на какое-то время. И наблюдайте, как ум очищается. Вот это хорошо. Он меняется, он становится позитивным, насыщается вдохновением, энергией, радостью. Все это почувствует. В Библии есть такое произносящее имя Бога спасется. Это как раз указание на практику этого века? Да, много указаний во всех писаниях. Презваш имя Господа спасется, где двое и трое во имя мое, там и я с ними, воспевайте Бога слеталами, цимбалами, барабанами. Все это описывается. У меня еще такой вопрос. Как научиться трансформировать энергию? Ну, например, ко мне пришла обида. Вот обиделась. У меня есть один выход дать ей волю, другой выход я могу подавить эту обиду с помощью ума, но это, как я понимаю, неэффективно. Либо же я могу это трансформировать. Вот как научиться трансформировать такие нижние вибрации, как злость, обида, раздражение, гнев. Есть такие технические способы и есть духовные способы разные. Люди, которые не владеют духовными практиками, они обычно к техническим прибегают. Это может быть, если обижен человек или стресс какой-то получил в общении, он снимается, если резко человека окунуть в горный поток. прям в холодный такой, с головой. Вытаскиваете, он совсем другой уже. На какое-то время он освобождается от стресса. Либо есть такая трудотерапия, где он заставляет что-то руками делать постоянно целый день, постепенно-постепенно откликается. Либо созерцание красоты природы и постепенно-постепенно возвращается. Это все технические такие методы. Либо распространенные в современном мире это антистресс. Такие таблетки, раз, запил и отключился. Такие внешние методы. А духовная практика это другое. Вы обижены, раздражены, но при этом вы занимаетесь служением людям. И так трансформируется. Например, вы обижены собственного ребенка. Но продолжаете готовить, стирать, все остальное. И что же? Трансформируется вы его любите больше и больше. хотя он столько беспокоит причиной. Дети столько беспокоит причиной. И даже вреда могут столько причиной. Вещи могут ваши испортить. Наши сами порез, пока вы на работе. Они часто как делают. И тем раздражение, поскольку продолжаете это служение, это уже ближе похоже как духовная практика. Поэтому продолжая служение Богу, постепенно трансформируете все эти негативные вещи, вы осмыслите, почему так все происходит. Например, вы идете по улице, встретивший человек, бах, толкнул вас сильно в плечо. Вот так сильно, что глаза затрясла себе. Вы чувствуете сильное раздражение гнева, правда же. Есть какой способ? Таблетку сразу какую-то запить или наорать на него вслед, что-то вплеснуть туда, или как-то отвлечься и постепенно забыть, как-то все-таки кому-то рассказать об этом, пожаловаться. А теперь другой способ. Вы присмотрелись к этому человеку и видели он слепой. И все сразу прошло. Вы видели причину. Вот это духовная практика. Вы начинаете видеть причины, почему это произошло, на что я уже более высокие причины, вы не можете обидеться. Даже Иисус так говорил, прости Господи, не ведая, что творят слепые люди. Хотя его страшно мучили. Но он мог видеть еще какие-то причины. Это духовная практика. И последнее. Вы могли бы что-нибудь пожелать тем людям, которые будут смотреть наш фильм или дать какое-то наставление? Я не беру сейчас давать наставления какие-то для людей. Потому что людям может это не понравится и наставления принимать от меня. Но пожелания конечно добрые я могу, я хочу. Но прежде всего я хочу, чтобы люди духовно продвигались, прогрессировали, чтобы сердце было чисто, жизнь священная, чтобы у них были хорошие семьи также, освященные семьи, чтобы жизнь имела глубокий смысл, чтобы они обрели ту любовь, которую они так ищут в этом мире, чтобы они все обратили этот сон к Богу, в радость, счастье и знание. Благодарю вас.